1147 рублей? А вы скидку не можете сделать? Мне просто не хватит. Я не знаю, как начинаете день вы, но я начинаю свой день с селедки под шубой. Мне одно кажется, вот я сейчас смотрю на экран, что я как будто бы голая сижу, да? Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня я придумала для вас просто суперинтересную идею для видео. Как мы все знаем, последние мои видео, которые я придумала 24 часа в одном или в другом цвете, вам очень сильно нравятся. Поэтому сегодня я придумала такую идею для видео, как 24 часа по гороскопу. В течение целого дня я буду целиком и полностью повторять то, что написано в моем астрологическом... Как это называется? В моем астрологическом прогнозе. Я водолей. Напиши свой знак зодиака в комментарии, обязательно посмотрим, кого из нас больше. Собственно говоря, сегодня, благодаря всем этим астрологическим прогнозам, я буду делать то, что мне предначертано звездами. Буду есть то, что должны есть настоящие водолеи. Буду одеваться в то, что должны одеваться настоящие водолеи. Короче говоря, я буду сегодня вести себя как самый настоящий астрологический водолей. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык. Включай себя в обновлении о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Сейчас начало дня. И свое начало дня я хочу провести как человек нормальный. То есть я хочу пойти и покушать. Очень интересно, что же по идее по звездам должен есть самый настоящий водолей. Давайте почитаем. Нужно есть орехи, рыбу, молочные продукты и фрукты, богатые витамином С. Очень сомневаюсь, что можно что-то хорошее придумать, совместив рыбу и молоко. Надеюсь, там в холодильнике нет рыбы, и тогда это снимет с меня весь груз ответственности. Но прежде чем мы дальше продолжим, я хочу поиграть. Наверное, кому-то из вас кажется это странным, но в этом все есть смысл водолеев. Мы играем, когда хотим. Делаем, что хотим. А я хочу сейчас поиграть. И заодно расскажу вам про одну игру, на которую я последнее время просто дико подсела. Наверняка вы на самом деле про нее уже слышали, потому что это достаточно популярная игра. Называется она Кухонная лихорадка. Смотрите. Давайте, что у меня тут есть. Вот так вот все это выглядит. У меня, как видите, очень много всяких классных вещей. Тут уже готово будем раскладывать бургеры и все такое. О, первые клиенты пошли. Интересно, что они хотят. Это тебе. А это тебе. Ой, надо деньги не забыть, главным образом забирать. Потому что, знаете ли, деньги это тоже важно. И, знаете, еще бывает такая вот ситуация, например, когда ты кого-то ждешь, сидишь и понимаешь, что тебе еще ждать и ждать. И вот именно для этих случаев это просто, на самом деле, идеальнейшая игра, потому что в нее можно играть просто везде, вне зависимости от того, где ты находишься. В метро ты находишься или просто ждешь какого-то своего друга, который опаздывает или еще чего. Очень удобно. И очень, очень, правда, захватывает. Вообще невероятно оторваться от нее. Так, я прошла уровень, я прошла его на максимальные три звезды, получила много чаевых и много выручки. Мне прям очень нравится эта игра, но, пожалуй, нам нужно продолжать делать свои дела уже дальше. Поэтому я предлагаю вам тоже знакомиться с этой игрой. Я оставлю на нее ссылку, она будет лежать в описании. Обязательно скачивайте, обязательно попробуйте. Гарантирую, вы больше никогда не будете скачать после этого. Мы пришли в спортзал не просто так. Здесь мы, конечно же, завтракать не будем. Дело в том, что потом я в этом же сообщении прочитала, что водолеям нужна физическая нагрузка. Как вы понимаете, физическая нагрузка все-таки лучше пусть будет до завтрака, чем после. Поэтому давайте позанимаемся физрой какой-нибудь. Занимаюсь спортом. Совершенно не халтурю при этом. Кажется, это видео всем расскажет, что на самом деле водолеи не самые спортивные. Тут везде препятствия. Да зачем я тогда это делаю? 10 минут спорта. Время завтракать. Пойдемте. Я пришла завтракать. На самом деле сегодня, наверное, у меня будет самый странный завтрак из всех завтраков, которые у меня когда-либо были в жизни. Потому что, представляете, я буду сейчас пить молоко, есть орехи и при этом еще есть что-то цитрусовое. Странное сочетание для завтрака. Так. А можно я скажу, что здесь нет селедки под шубой? Не, ну серьезно, я буду завтракать селедкой под шубой, мандаринами, молоком? Ля, ну шо? Это даже как-то для меня перебор. Нет, фух, тут не написано молоко, написано молочные продукты. Хорошо, это лучше, тогда я съем вот это. Отличная идея. Ну не то, чтобы она была отличная, но она хотя бы менее рискованная, чем, знаете ли, совместить молоко, мандарин и селедку под шубой. Что едят водолеи? Это, знаете, я вспомнила рекламу, что сосут чемпионы. Я думаю, все догадываются, что они сосут. Сельфь под шубой. Чтобы вы не подумали, всю эту еду по отдельности я люблю, но вместе не особо, наверное. Но посмотрим, вдруг понравится. Я не знаю, как начинается день вы, но я начинаю свой день с селедки под шубой. Чудесно. Хочешь мандаринчик? Нет, спасибо. Возьми. Ну, возьми. Дальше, по нашему астрологическому прогнозу, я должна показать вам немного свое жилище, потому что утверждается, что у водолеев не самое чистое жилище. И, наверное, с этим я согласна целиком и полностью. Давайте я проведу вам небольшой мой хаос срачи-тур. Предметы жизнедеятельности водолейского человека. Валяются на полу моя косметика. Кошка-беспризорница, которая ходит сама по себе и занимается какими-то своими странными делами, то есть играет с мусором. Нет, вы не подумайте, у моего кота очень много всевозможных классных вещей, они даже прибранные. Однако, пафосный кит, совсем вам известный, все равно предпочитает играть с всяким мусором, который она находит. Например, сейчас он играет с каким-то подобием зубочистки. Ты с чем играешь? Почему ты с каким-то хламом играешь вообще? Где ты это вообще нашел и с какой помойки ты достал? Кстати, мой кот пафосный кустя как озерок. Смотрите, он не захочет сейчас играть с этой мышкой, ему лишь бы вот этот вот хлам. Что тебе нравится больше, мышка или хлам? Конечно, хлам. Ну, конечно, тебе больше нравится хлам. Описано, что водолеи люди творческие и везде преуспели. Нет. Я должна порисовать. У меня есть мой блокнот, в котором я рисую. Мое творчество, конечно, это, я даже не знаю, ну, на уровне, на высоком. Нет. Поэтому буду сейчас рисовать. Где-то мои профессиональные ручки. Не подглядывай. Нет, нет, нельзя смотреть, я запрещаю смотреть, не смотрите. Сначала я нарисую, а потом будете смотреть. Нет. Все, не смотри. Это же Эвил. Да, это я Эвил, а это знаешь что? Нет, вы подглядываете, а вот оператору нельзя подглядывать. Беспорядок, не буду убираться. По идее, водолей должен носить голубой цвет. Так сказать, все оттенки воды, несмотря на то, что водолей это воздушный знак. И да, водолей это воздушный знак, не верите мне, загуглите, там так написано. Нужно найти голубой шмот и пояснить за него. Из голубого единственный элемент, например, на сумках, которые я наблюдаю, это единственное, что здесь голубой. О, кстати говоря, тут еще и лежит голубая медицинская маска. Допустим, у нас есть сумка, допустим, у нас есть голубая медицинская маска. Что еще? Голубой зимний свитер, голубой зимний свитер, летнее платье, развратное платье, в котором нельзя никуда идти. Моно, поверьте мне, подчеркивает все то, что женщины не хотят подчеркивать. Короче говоря, с голубой одеждой, в которой можно было бы выйти, дела обстоят не очень. Джинсы. Класс. Да, все эти джинсы, как, знаете, из задницы, поэтому пойду их потом еще поглажу. Нужно к ним подобрать топик. Ну, я думаю, здесь все очень очевидно. Что может быть более оригинальное и странное, чем топик, на котором написано «Fuck you, you fucking fuck». Кстати говоря, я пыталась это перевести, но так, чтобы на русский язык нормально было и не смогла. Цвет настроения кофта Чимина просто, а не иначе. Ладно, давайте посмотрим, какой водолей должен делать макияж и сделаем его, и поедем гулять. Настало время макияжа, и правильный водолейский макияж – это макияж в прохладных, легких оттенках, светлые тона используются, и, в общем-то, все. Главное – подчеркнуть свои, так сказать, достоинства, которые достаются нам по милости природы. Интересно. Оказывается, что, будучи водолеем, нужно быть человеком, у которого яркие ногти. И как бы это вам так сказать, как есть? Скажу, как есть, потому что оно так есть. Ногти у меня действительно яркие. В общем, мы пришли в торговый центр. Как вы понимаете, у нас здесь будет достаточно много амбициозных планов. Например, нужно пойти и купить голубые тряпки. Поэтому пойдем в магазин. Вот так вот. Пришли в торговый центр и подписчиц встретили. Ой, какой топик красивый. Может быть, его тоже заодно взять? Но я возьму голубую одежду. Я возьму голубую одежду. Во! Голубая одежда. Хотели вы голубую одежду? Получите голубую одежду. Блин, а вот этот мне черный нравится. Смотри, он с такой розой, но он классный. Ну, он классный. Давай мы два возьмем, один я тебе подарю. А, да. Видите, водолеи умеют торговать. Продолжаем искать голубую одежду, потому что водолей весьма голубой. Кажется, я что-то не то сказала. В общем, он просто голубой. Голубой цвет. Ну, почему бы и нет? Тоже весьма голубовато. Почему бы и нет? Ты же не против черных этих полосочек? Не против. Отлично. Все, выбираем размер. Это синий рай. Подожди, а это трусы? Не. Это зад. Трусы вот. Но трусы, кстати, очень клевые. Смотри, какие. Правда, качество у него какое-то не очень. Смотри, он такой полупрозрачный. Ты, короче, заходишь в воду, а потом все твои прелести... Ну, такое оно. Очень секси. Что ты думаешь, носили бы такие? Конечно, я только такое ношу или вообще не ношу. Ой. Собственно, задача какова? Задача такова, что нужно пойти и взять кофе. И вот знаете, до этого момента я думала, что, наверное, все-таки звезды лгут. Но нет, звезды не лгут, потому что водолеи пьют кофе, а я пью кофе. Я настоящий гуль. Гури тоже пьют кофе. Опасная коллаборация. Кстати говоря, ну, вот опять мне пришлось вернуться. Опять творю какую-то глупость. Кстати говоря, кофе-то мне нужно будет сейчас выбирать не самый обычный. Это вам не какой-то лата или капучино, ну, судя по тому, что пишут для водолеев. А нужно будет выбрать что-то хитро выдуманное. Поэтому давайте-ка мы, знаете, что с вами закажем? А вы сейчас узнаете. Это мой кофе, это мой кофейный рай, мой кофейный повелитель, мой кофейный бог. Пожалуйста, flat white на овсяном молоке и сироп в сливочный ликер. Вот такая жизнь по гороскопу мне нравится. Ой, как мне нравится. Тут написано, что водолеи любят все вредное. Фастфуды, пиццы, фастфуды и пиццы. Не скажу, что я фанат, кофе мне понравилось больше. Но, ладно, пойдемте найдем бургер и сидим его. Или пиццу. Что мы будем есть, пиццу или бургер? Там есть корейская еда, может, мы лучше в корейскую пойдем? А что такое вообще бык-бургер? Это типа говяжий или что это? Там идет маринованная огурец, я приехаю. Ага. Где моя еда? Еда, еда, иди ко мне сюда, иди ко мне сюда, еда. Тебя я съем сейчас, но нет, эта штучка не пищит, а значит, есть я не буду. А впрочем, ничего нового. Затупили. Я. Мы с тобой затупили, потому что мы сильно далеко сели, короче. И эта штука не ловила, а наша еда уже давно-давно была готова. Так что... Забирайте. Это офигенно. Подарочная коробка, нужна ли она мне? Рецепты из корейской кухни, нужны ли они мне? Для следующего видео. Продолговатый голубой предмет, нужен ли мне он? Нет. Во, это можно взять. Это толще тебе или потолще? Я люблю потолще. У меня в Германии прям такой же манекен стоит, только в человеческий рост. Я люблю трогать его за вот эти вот места. Прямо как на фоточке. Вот такое мое лицо, когда я трогаю его за эти места в Германии. Странное, да, говно какое-то? Не-е-е! Лисофью. Будет косметику делать. Самое. А вот вы шутите, а я возьму и сделаю свою линию косметики. Что, не купите, что ли, ее? Это будет, если я когда-нибудь сделаю косметику. Вот давайте запомним этот момент прямо здесь, прямо сейчас. Если когда-нибудь я сделаю свою линию косметики, это будет самая лучшая косметика в мире. Потому что, знаете почему? Потому что ты снимаешь на фоне детских табуреток. Да. Поклянусь на этом детском табурете, на котором написано «Свинка Пеппа». Что если когда-нибудь, в какой-то день, я выпущу свою линию косметики, это будет лучшая косметика в мире. А вы пообещайте мне, что вы ее купите. Пообещайте, напишите в комментарии. Вы купите мою косметику или нет? Обещаю, она будет лучшая. Моя косметика, если она будет, она будет не хуже, чем косметика от BTS. Понимаете, какие у меня масштабы? Масштабная женщина. И такие, знаешь, прикол, а через месяц у меня уходит своя линия косметики каким-то тупым образом. И вообще такие, все офигевают, а я главным образом сильнее всех. Клайи. Лахи Чорл. 1147 рублей. 1147 рублей? Да. А вы скидку не можете сделать, мне просто не хватит. А может хотя бы тогда какой-то, ну типа подарок, жвачку. Да какой подарок, жвачку? Ну какой-нибудь. Ну типа мне просто денег не хватит. А что я могу делать? Дай сюда даю что-нибудь. Ну ладно, давайте вот это тогда удалим. А кто по знаку зодиака? Извините. А кто по знаку зодиака? Девушка. Она мне не сказала, кто на по знаку зодиака. Она сказала мне, девушка. Ну что сказать, неудачно получилось. Денег у меня не хватило. Скидку мне не дали. И жвачку мне подарок тоже не дали. Поэтому пришлось вынуть оттуда некоторые покупки. Ну, всему проблема в том, что я водолей. Водолей. Типичный водолей. И вот я вернулась домой. Как прошел твой водолейский день? Достаточно по-водолейски. Но я убедилась в том, что, пожалуй, гороскопы не всегда совпадают на 100% с личностью человека. Казалось бы, это очевидно, но на самом деле нет. Кое-что купила тут. Давайте-ка посмотрим. А, да, честно, я уже забыла, что я накупила. Ага. Голубой водолейский топ. Голубой водолейский топ. Не, ну, просто простите, но я правда не... Я не могла это не купить, поэтому пришлось покупать. Что, розочка? Да, и она черная. Не водолейская. Но в моем вкусе. И да, еще один голубой водолейский топ. А также я купила... Что ж, на этом мой водолейский день подходит к концу. Честно говоря, достаточно сильно устала, но было очень насыщенно и было очень круто. Мне реально понравилось. Обязательно напишите в комментарии, если бы вы хотели, чтобы я передала этот челлендж тыльняшке, которая, кстати говоря, овен. И она бы сняла продолжение этой рубрики. Ну, а если вы блогер, то когда будете брать идею этого видео, не забудьте указать, чья это идея. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Всех я очень сильно люблю, целую, жду в моем инстаграме. И напишите, кто вы по знаку зодиака. Напишите это мне. Пока. Ваша водолейшица, почему вы плачете? С таким контентом этому миру звезда.